Добрый день, дорогие участники. Сегодня мы с вами разберем процесс написания письма. Я приготовил вот такой слайд, и сейчас мы пройдемся по каждому из них. По каждой карточке вот здесь. Итак, процесс райтинга начинается с критериев. Мы должны понять, за что нам ставят оценки, да? Во-первых, это task achievement. Все, кстати, критерии по 25%. То есть они равнозначны. А task achievement – это то, как вы ответили на вопрос. То есть, например, обычно задаются вопросы такие, так, вы согласны с этим? И вы должны сказать, да, я согласен, и написать в body paragraph 1, почему вы согласны, первая причина, в body 2, почему вы согласны, вторая причина. Может быть, третья, если хотите. Обычно пишут два body, но можно третий. Если вас спрашивают плюсы и минусы, вы должны сказать в первом body про плюсы или про минусы, в втором про минусы или плюсы, и в конце сделать вывод какой-то. Если вас спрашивают причины или последствия, вы должны будете тоже так организовать свои параграфы, так, чтобы вы ответили на вопрос. Это самое главное. Второй критерий – это coherence and cohesion. Это связь. Coherence – это связь между предложениями внутри параграфа. Например, вы хотите, чтобы одно предложение значило причину предыдущего, потом вы пишете because. Если вы хотите, чтобы второе предложение было примером чего-то, вы пишите for example. Cohesion – это связь между параграфами. Например, если у вас первый параграф, допустим, идет про плюсы, а второй про минусы, они противоположны. Если они противоположны, вы должны написать слова такие, как on the other hand, however, что такое, вы должны именно показать, то, что это разные вещи. Обязательно. Это cohesion. Третий критерий – это lexical resource. Это лексика, то есть вокабуляр. У нас здесь есть два типа вещей, которые нам нужно оставлять. Первое – это topic words, то есть слова на тему. Второе – это academic words, то есть слова, которые академические. Например, вместо слова so, потому что so – это разговорная форма, можно поставить слово therefore. То же самое, просто более круто звучит. И вот чем больше у вас таких крутых слов будет, тем лучше. Но не перестарайтесь, потому что иногда в погоне за крутыми словами мы начинаем забивать на то, что мы хотим сказать. Это уже неправильно. То есть идея в первую очередь, слова в вторую. Далее. Grammar range and accuracy. Грамматический range – это получается разная грамматика и точность. Accuracy – это не аккуратность, а точность. Разная грамматика. Что я имею в виду? Например, вы используете разные времена. Present simple, present perfect, present continuous. Что-нибудь в past simple, что-нибудь в conditional, second conditional, допустим. Потом у вас сложные предложения, длинные, потому что это тоже хорошо для грамматики. И, например, у вас где-то есть passive voice. Типа, it is thought that, например. Accuracy – это точность, это более сложная такая вещь. Значит, если по вашей идее вы должны написать present perfect, да вы не написали, это ошибка. Например, смотрите. И поэтому нужно знать каждое время конкретно его функцию. Например, present perfect – это то, что случилось, не важно когда, в прошлом, может быть недавно, может быть давно. Но главное, что сейчас этот результат важен как-то для вас. Поэтому вы его используете. Например, смотрите, вот я хочу похвалиться перед девушкой и сказать ей то, что я прочитал более двухсот книг. Не важно, когда я прочитал, не важно, что это за книги были. Просто я говорю, I have read 200 books by now. Это present perfect. То есть у каждого времени есть своя какая-то функция. И вы должны эти функции использовать правильно. Это и есть accuracy. Это, кстати, критерий есть на спине тоже у нас. Процесс рейтинга, можно сказать, что там 7 этапов в моей методике. Первый – это брейнсторминг. Вот вы видите внизу, видите? Плюсы соцсетей. Например, тема у меня такая эссе. Плюсы и минусы социальных сетей, social media. И пока вы брейнстормите, вы должны написать как можно больше идей, просто что вы можете придумать. Но это не значит, что вы все эти идеи оставите в эссе. В эссе осталось только 2-3 хорошие, остальные уйдут. Например, you're connected with your friends, you can read the news, you can be creative, you can promote your business, you can share important moments, you can read personalized feed. Вот эти идеи, плюсы соцсетей – это брейнсторм. Мы, получается, думаем разные идеи. Но из этого мы выбираем только 2-3, которые пойдут потом в параграф. И здесь у вас мини-задание, мини-домашка. Напишите минусы соцсетей сами. Хорошо? Для нашего будущего эссе. То есть конец всего этого урока будет, чтобы вы написали эссе полностью. Окей? Идем дальше. Теперь мы развиваем наши идеи. Теперь мы, смотрите, мы выбираем 2-3 идеи самые лучшие, и мы начинаем их прорабатывать. Develop ideas. Я придумал такую стратегию, называется IERCE. Нужно как-нибудь его перефразировать, я думаю, чтобы красивее было. Но что здесь имеется в виду? На какую-то одну идею вы ее раскрываете через разные вещи, да? Идея, explanation – это объяснение, reason – это причина, consequence – это последствия, и example – это пример. Как здесь написано? Смотрите. Write your idea in one sentence. People can read the news that's happening in their hometowns. Например, идею, которую я выбрал отсюда с брейнсторминга, одну – это то, что ты можешь читать новости, что происходит у тебя в твоем родном городе. Например, ты куда-то переехал, но тебе интересно, да? Вот я, допустим, с Пол Дарресом, я живу в Астане, я тоже жил в Малайзии, и мне было всегда интересно, что происходит в Пол Дарре. Я поэтому читал в соцсети, именно все эти новостные паблики. Потом мы эту идею объясняем, если она не ясна. Например, In other words, one can be aware of everything that's going on in their hometowns. If they are traveling or if they are living in another city. Далее. Потом добавляем причину. There is because sometimes it's hard to stay connected to the news channels, and social media can help in that. Например, допустим, в Пол Дарре можно найти канал, допустим, да, который показывает полдарские новости, но в Астане, допустим, такого уже не найдешь. Поэтому самый лучший способ – это именно соцсети, именно паблики, которые говорят про какие-то города. Да. Потом мы добавляем сюда последствия, в конце концов. Therefore, a person who reads social media every day stays aware of the current events, как я и сказал вам. И в конце, если нам нужно, мы добавляем example. For example, now many people read posts in Instagram or Facebook instead of public news sources. И это первая половина нашего урока, и у вас задание. Во-первых, вы должны будете сделать минусы соцсетей, где-то 5-6 идей придумайте. Во-вторых, возьмите одну из них, одну эту идею, и вот так вот ее проработайте. Полностью по этой стратегии всей. То есть сделайте идея, explanation, reason, consequence, example. Хорошо? Молодцы, жду.